Всем привет! С вами Руслан и это канал Сам АТО. Сегодня такой неожиданный обзор, оказывается, за сколько я уже иду канал... Ну, два канала, это получается, уже там более пяти лет. У меня ни разу не было на обзорах пива Балтика. Так что сегодня мы это исправляем. Погнали! Сегодня у нас будет семерочка экспортная. В Балтике будет мягкое разливное. И то, что в Беларуси будет сложненько найти, но в России, я думаю, что проблем не возникнет, это Балтика темная Браун Эль. Как раз у нас был недавно обзор на Литтлский Браун Эль. Сейчас мы сравним с Браун Элем от Балтики. Так что начинаем! Начнем мы, конечно же, с семерочки, с экспортного. Одного из самых таких классических пивасов. Все-таки вот за что я люблю Балтику и Туборк. За вот именно вот такие вот открывашки. По-моему, тоже одно из самых гениальных изобретений в открывании пива. Ну, здесь, конечно, я ничего вообще, в принципе, не ожидаю сверхъестественного. Наливал вроде бы аккуратненько, но все равно пены нет. Цвет такой золотистый, насыщенный. Карбонизация такая не очень большая. Ну, давайте пробовать. Вкус есть, это факт. Аромат такой очень-очень сильно легкий, ненасыщенный. Вкус, по сути, тоже довольно-таки стандартизированный. Ну, тоже особо нет никаких претензий. Здесь, конечно, ничего сверхъестественного нету. И, в принципе, от этого пива ничего другого-то особо и ожидать не надо было. Конечно, раньше эта линеечка, по крайней мере, на белорусском рынке была обширной. Мне кажется, на российском она и сейчас, возможно, в большем количестве. Кстати, отпишите в комментариях, какие еще сорта есть. И если классическая «Балтика-тройка», вот ее бы в этот обзор бы точно под конец, чтобы добить, было бы неплохо. У нас, по сути, это «Балтика-экспортная семерка», которая была всегда. И мягкая, которая, ну, относительно новая. Ну, там, может, год-два на рынке. Плюс куча безалкоголиков. Ну, здесь нет ничего обычного, необычного. Сильно надолго мы задерживаться на нем не будем. Я думаю, что сами понимаете, что такое стандартная «Балтика-семерка», «Туборг», «Грин», «Хайникен». По сути, они чем-то похожи. Только вот здесь оно довольно-таки такое легкое, ненавязчивое. Кстати, сколько оно здесь по градусу? 5,4, ну, то есть градус достаточно хороший, но все равно пьется легко, нету никаких горчинок, все довольно-таки приятно. Но просто здесь вообще, в принципе, нету ничего такого сверхъестественного, поэтому я думаю, что стоит переходить дальше, уже потом подведем итоги. Так, ну что, пойдем чуть на смешение, не по логике. Градус будем уменьшать потиху. Ну, и вот вот, прикольно вот «Балтика-семерка», 0,47, мягкое – 0,44 литра. Если еще темное какое-то, 0,45. То есть завод выпускает три разные бутылки под разные сорта пива, хотя, по сути, я не думаю, что это от этой бутылки чем-то отличается. Ну, здесь 0,47, а здесь уже 0,45. Ну, а здесь видно, что бутылочка сделана меньше. Ну, тут 0,44, еще 100 грамм урезали. А я уже не раз рассказывал свое мнение по этому поводу, поэтому, может быть, побомбим в конце, в итоге. А пока переходим к «Балтика-разливное», мягкое. Честно, не помню, что я вообще его, в принципе, пробовал. Здесь у нас 4,4 оборота. Но при этом довольно-таки хорошие на него отзывы у многих людей. Давайте. В принципе, я думаю, что, скорее всего, оно будет похоже на все вот такие вот сорта пива с названием «Мягкое», кое-каку хватает. Цвет такой насыщенный, золотистый, менее насыщенный, чем «Семерочка». Ну, и карбонизация такая очень минимальная. Пена, вы видели, я даже не старался наливать, но ее здесь, в принципе, нет. Кстати, аромат хороший, насыщенный. Неплохо пахнет. Вкус очень сложно найти мне пока. Ну, во многом, вот, сейчас вот я пробую его, и, по-моему, я пил арическое мягкое, еще какое-то мягкое, кстати. Арическое мягкое еще не было на Абзоре, так что пишите в календарях, и сделайте ли на него. Но, по сути, я сейчас так приблизительно опишу. Это ненасыщенный вкус такой, водянистый. Возможно, в этом и есть смысл этого пиваса. Но если идти от меня и от того, что мне нравится в пиве, мне такое пиво в целом не очень. Здесь, да, здесь нет ничего такого отвратительного, как бывает во многих таких вот водянистых пивасах, которые, ну, реально чувствуются, что там воды больше, чем пиво. Ну, грубо говоря, по ощущениям. А здесь просто такой сверхлегкий, ненасыщенный вкус. Но при этом он есть, он присутствует. Но, конечно, до него докопаться тяжеловато. Ну, в целом, мне не очень нравится этот сорт пива. На самом деле, не знаю. Вообще, в принципе, под понимание мягкое, оно совпадает. Нравится ли... Может, мне просто, что не нравится такие... Такой сорт пива. То есть, мягкое это вообще не мое. Я все-таки люблю более насыщенный вкус, приятный, чтобы можно было как-то посмаковать хотя бы, а не просто пить, как условный лимонад, закусывая там какими-то орешками, чипсами, сухариками и так далее. А вот это вот как раз-таки такое пиво, которое, ну, просто пить и все. И не знаю вообще, в принципе, чем тут особо наслаждаться. Но еще раз повторю, возможно, все-таки здесь в этом и есть идея этого сорта пива. Что он такое легкое, ненавязчивое, с минимальными такими оттеночными вкусами. Хотя запах реально здесь, ну, он присутствует. Он такой приятный, хмельмутый. Ну, чувствуется нормальный. Такой сорт пива внутри бокала, но пьешь. И, по сути, мне вот такая вот паденистость, даже если это соответствует стандартам этого пива, мне очень нравится. Ну, я думаю, что перейдем мы, скорее всего, к самому интересному. Балтика темная браун эль, алкоголь 4,5 лотовия. Как раз-таки почти, почти по лесенке вниз по градусам иду. Цвет 35 единиц, горечь 22. То есть, небольшая горечь. Должен быть такой темноватый. Сварено из 100% российского солода. Это достойно. У нас, наверное, больше бы, конечно, удивило, если бы это было сварено 100% из иностранных ингредиентов. Что у нас, к сожалению, не очень такие походу разрешено, насколько я помню. Возможно, конечно, что-то поменялось. Но у нас очень много сортов пива, которые 100% сварены из белорусского солода. Так что давайте сейчас заценить. Должно быть явно что-то интересное. Ну, я думаю, что как минимум, пиво губерния браун эль, оно должно перебить. Хотя очень сложно. Все-таки, когда делают на таком национальном, грубо говоря, сырье, обычно есть просадки в вкусе, но Россия большая, может выращивать разнообразные, в разных условиях. Тут же самое солод, хмель и так далее. Поэтому все, возможно, будет и очень хорошо. Ну, цвет, да, 25 единиц из 50. Такой не сильно темный, такой больше карамельный. Карбонизация тоже такая относительно небольшая. Пена чуть-чуть есть, но вроде бы как бы поддерживается и держится. Хотя я, как всегда, наливал по-своему. Топ-медиа наливания. Записывайтесь ко мне на курсы обязательно. Научу наливать так, чтобы пены было больше в бокале, чем пиво. Так не умеет никто, так что обязательно жду ваши заявки. Ну нахер. Так, давайте мы все-таки немножко добавим. Возможно, что мои рецепторы не добираются до таких низов. Что-то как-то я себя обделил немножко. Ну, есть такой легкий, очень легкий такой карамельный. Даже очень сложно понять, какой на самом деле. Аромат. Ну, чувствуется, что что-то есть. Я думаю, что нам надо пробовать. По-любому, там уже и разберемся, в чем был этот прикол. Да, он отличается точно от губернии Браунель. Это 100%. Но не сказал бы, что сильно, так в лучшую сторону. Нету насыщенности вкуса. Здесь, да, здесь нет вот этой водянистости, которая была там. Кстати, если вы не смотрели прошлый обзор, то вы, возможно, не очень понимаете, о чем я говорю. Обязательно ссылочка будет в подсказочках. Так что заходите, посмотрите. Хотя я уже, в принципе, описал свою оценку того пива. И сейчас пытаюсь разобраться уже и с этим. Здесь все-таки мне не хватает насыщенности. Мне не хватает какого-то такого яркого вкуса. Все-таки Браунель это не простое темное пиво. И его уже надо как-то варить все-таки более качественно. Но пока, даже так сложно мне сказать, почему так происходит. Но в трех экземплярах Балтики мне больше понравилась семерка экспортная. Которая на самом деле пока проявила себя ярче всех. Ну вот я до сих пор, вот сколько я уже сделал год кофе, я не могу понять, какой вкус у него. Здесь есть какие-то ощущения в аромате. Есть какие-то минимальные ощущения в вкусе. Но, а в общем, блин, непонятно ничего. После вкуса вообще, в принципе, как такого понятия здесь нет. Очень, конечно, интересно получается, что я все-таки надеялся, что здесь будет самый интересный вариант. Но Балтика семерка это наше все. Не знаю, в принципе, что тут сказать положительного. Я здесь пока положительного ничего не нахожу. Это не темное пиво, это не браунель. Это какое-то такое темное-мягкое, я бы его назвал. Потому что очень похож вкус на мягкое. Ну, точнее, его отсутствие. Но при этом есть какие-то такие минимальные черты чего-то. Но я не могу условно разобрать чего. Я вот пытаюсь уже как-то всеми рецепторами потрогать это пиво. Но, по сути, я не могу вообще не сказать ничего о нем. Да, конечно, разочарован я немножко. Я думаю, что не стоит сдерживать. Перейдем к итогам. Давайте мы вот по литражу растаем. Так и будем давать оценки. Так, 0,47. Балтика-7. Хороший лагер. Обычный. Светлое пиво премиум. Ну, для тех сортов, которые пишут светлое пиво премиум. Нормальное, хорошее. Лагер здесь. Нету ничего сверхъестественного. Ну, и нет каких-то плохих черт, чтобы как-то за него зацепиться. Это семерочка. Это, в принципе, для таких стандартизированных лагеров. Это хорошая, нормальная оценка. Далее. Балтика темная. Браунель. Тут вопрос. Это Балтика темная? Или это Браунель? Или это и не Балтика темная, и не Браунель? Как его оценивать? Как Браунель 2. Как темная? 3. Как просто пиво? Тоже, наверное, 3. Так что оценка 3. Здесь больше вообще, в принципе, не за что ставить. Мягкая. Тут уже немножечко сложнее. Все-таки, скорее всего, что и была одна из основных идей. Именно, что должно быть такое легкое, ненавязчивое пиво. Типа Корона Экстра и так далее. Хотя даже в той же самой Короне Экстра у нее вкус более насыщенный. Конечно, возможно, в дальнейшем проведу сравнение Корона Экстра реческого золотистого, там, реческого мягкого, там, еще какие-нибудь мягкие сорта пива и Балтика мягкая. Может, в итоге мы поймем ту идею. Хотя реческое золотистое будет явно выбиваться из этой общей колеи. Потому что там все-таки больше нацеленности на вкус, поэтому сложно мне сказать. Но это, я думаю, что это, конечно, не 3 балла, но это баллов 5. Ну, то есть, этот сорт, в принципе, мне не очень заходит. Как он исполнен, я не могу как-то оценивать. Потому что все-таки я не очень проникся вот этой идеей мягкого. Для меня все-таки в пиве должен быть насыщенный вкус. Я не обязательно говорю, там, о хмелевой горчинке, чтобы там чувствовалось и так далее. Но как минимум должен быть какой-то вкус, чтобы можно было как-то что-то распробовать. И это, в принципе, у меня претензия к и Балтике темная, и Балтике мягкая. Это очень сложно, даже когда ты берешь пиво и не можешь понять вообще, оно какое. Оно хорошее, оно плохое. Ну, просто когда нет вкуса, это очень сложно определить. Хотя, по сути, если нет вкуса, то пиво однозначно не очень. Ну, я думаю, что есть такое небольшое еще к вам предложение. Если вы хотите все-таки, чтобы мы рассмотрели безалкогольные балтики, там разные вкусы, и я думаю, что там будет даже побольше вкуса, чем в некоторых сегодняшних экземплярах, то давайте 70 лайков бахнем. Вы это делали, это ничего сложного сделаем. И тогда мы рассмотрим Балтику безалкогольное, оценим, все понюхаем, все разнесем по полочкам. И в дальнейшем, возможно, рассмотрим и другие экземпляры безалкогольного пива. Ну, а пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам вообще Балтика мягкая, Балтика семерка, хотя, по сути, по Балтике семерке особо-то и писать не надо, здесь все понятно, здесь у всех мнение будет приблизительно одинаково, но по Балтике мягкая. Я бы хотел услышать и ваше мнение. Так что подписка, лайк, всем пока. И это сам ТОП. Субтитры сделал DimaTorzok